По статистике, чаще всего сердечные приступы происходят по понедельникам с 8 до 9 часов утра. Самые опасные месяцы – июль и август, когда стоит жаркая погода. 29 сентября – Всемирный день сердца. О том, как не стать жертвой печальной статистики, мы сегодня поговорим с врачом-кардиологом Одинцовской областной больницы Маликой Сайпиевной Мумаевой. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». Меня зовут Евгения Августина. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем по порядку. Действительно ли сердце – это главный орган в нашем организме, как мы считаем? С точки зрения кардиолога, наверное, все-таки да. Сердце – вечный двигатель. В течение суток сокращается до 100 тысяч раз. Насос, который обеспечивает результат своих ритмичных сокращений, обеспечивает ток крови по сосудам. В свою очередь, кровь несет питательные вещества и кислород по всему телу, обеспечивая и поддерживая жизнедеятельность человека. То есть сердце, оно, наверное, одно из первых органов, которое начинает работать и, в общем-то, работает до самого конца. Поэтому и нагрузка на него большая. Соглашусь. Сегодня день сердца, наверное, не просто так, да, 29 сентября. Какова главная цель этого дня? Это глобальная информационная кампания здравоохранения, целями которой является повысить сознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний, а также инициировать и развивать культуру здорового образа жизни. К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания являются лидирующими, являются главной причиной смертности и инвалидизации населения во всем мире. И говорят, они еще и молодеют, к сожалению. Да, к сожалению, это тоже так. И занимает первое место. Форм на зоологии сердечно-сосудистых заболеваний очень множество. Лидирующими среди них являются ишемическая болезнь сердца, артериальные гипертензии, нарушение ритма сердца, нарушение проводимости сердца, клапанные патологии, пороки, как врожденные, так и приобретенные пороки сердца, заболевания периферических сосудов. И самое грозное осложнение, к сожалению, то, от чего мы теряем пациента, это сердечная недостаточность. Миссия этого всемирного дня сердца не только в том, чтобы обозначить проблему, но и помочь населению решить ее, повышая осведомленность о самом заболевании и максимально привлечь внимание людей к своему здоровью и правильному образу жизни. А можем мы говорить о том, почему эти заболевания молодеют? Это вот как раз тот неправильный образ жизни, который мы видим? Практически все заболевания проще всего предотвратить, чем потом лечить. И сердечно-сосудистая патология в данном случае не исключение. Большинство болезней сердца справедливо считаются врачами проблемами настоящей цивилизации. Они находят питательную почву в виде образа жизни современного человека, в его нерациональном питании, недостаточной физической активности, острыми хроническими стрессами. Поэтому врачи не устают напоминать об огромной роли, своевременной профилактике болезни сердца, особенно у пациентов из групп риска. Я думаю, что не только кардиологи, но и другие специалисты их поддержат в этих рекомендациях. Профилактические меры позволяют предотвратить болезни, повысить качество жизни, продлить жизнь. На риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, нужно отметить, влияют также и биологические характеристики. Это наследственность, пол, возраст. К мерам первичной профилактики относится сбалансированное питание. Ну, наверное, это главное. Необходимо организовать питание с достаточным содержанием пищевых и минеральных веществ, витаминов, с низким содержанием животных жиров. Ограничить потребление поваренной соли до 5 мг в сутки. Контроль массы тела. Необходимо следить за своим весом. И при его повышении развивается такое грозное заболевание, как ожирение. Что, в свою очередь, нарушает обмен веществ в организме. В несколько раз увеличивает риск развития атеросклероза. Следующим основным пунктом в мерах профилактики является двигательная активность. Активно двигаться каждый день – это необходимость. В режиме дня необходимо предусмотреть пешие прогулки. Занятия спортом и физической культурой должны быть с адекватной нагрузкой. Приветствуются подвижные игры, бег, езда на велосипеде, плавание. Доказано, что ежедневные прогулки в быстром темпе в 2,5 раза, а то и в 3 раза снижают риск заболевания сердца. Отказы от вредных привычек, к сожалению, то, чем страдает каждый третий. Необходимо отказаться от курения, от использования курительных смесей, от приема алкоголя. Борьба со стрессом – это тоже важный пункт. Но сложный. Сложный. Борьба со стрессом необходимо выработать в себе умение управлять негативными эмоциями. Адекватно реагировать на стрессовые ситуации. И это, несомненно, важная составляющая мер профилактики. Контроль уровня холестерина, контроль уровня сахара, крови, систематические профилактические осмотры – это все то, что предусмотрено в рамках национального проекта диспансеризация. Вот, наверное, пожалуй, основные принципы профилактики, которые должны быть. А тем, у кого наследственная предрасположенность, тем, что надо делать дополнительно, кроме вот этих мер профилактики? Нет, это основные принципы. Вот все то, что было перечислено выше, это основные принципы. Люди, те, кто в группе риска, как правило, они должны быть более внимательны к себе и к тем ощущениям, которые они испытывают. А вот теперь как раз, правда, переходим к ощущениям. Есть ли какие-то тревожные звонки, на которые человеку следует обратить внимание, чтобы вовремя выявить сердечно-сосудистые заболевания? Да, ну, наверное, в классическом понимании все-таки это боль в области сердца, боль в груди, загрудинная боль. Иногда пациенты не знают о наличии патологии и вплоть до развития острого состояния. Список симптомов, он обширен, и поэтому признаки могут сильно различаться. На что все-таки стоит обратить внимание, это снижение переносимости привычных нагрузок, это сердцебиение, это одышка, которая требует замедления темпа ходьбы или остановки, дискомфорт в левой половине груди, загрудинные боли, которые возникают, как правило, на физическую нагрузку или какое-то эмоциональное состояние, головокружение. И не повторюсь, не весь список возможных симптомов, некоторые заболевания могут начинаться несимптомно, и первые изменения мы видим при проведении клиника лабораторных исследований, которые были неожиданной находкой для нас, например, или выявлены на профилактических осмотрах. Поэтому диспансеризация, она обязательна, и каждый человек должен периодически проходить, чтобы такой ситуации, когда уже поздно, не сложилось. Медицина шагнула далеко вперед, да, и возможности расширились. Какие сейчас методы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний существуют? Ну, все методы исследования, начиная с визуального осмотра пациента, опроса, аускультация, перкуссия, пальпация, опроса и далее этапно, клинико-лабораторные исследования. Все методы, я еще раз повторюсь, они информативны для правильной постановки диагноза. Масштабы кардиологических исследований, они вполне впечатляющие. Самое простое – это электрокардиограмма, эхокардиография с различными доступами, трансторокальное эхо, внутрисосудистое эхо, через пищеводное эхокардиография, суточные мониторы ритма и проводимости, компьютерные, радиозатопная визуализация, множество медикаментозных и функциональных тестов. Ну и самым таким золотым стандартом в диагностике патологии сердца коронарных артерий является, конечно, коронарография. Ну, это всего лишь такой короткий обзор всех возможностей диагностики. Мне кажется, сегодня мы очень информативно поздравили телезрителей с Днем сердца, рассказали о мерах профилактики, но все-таки праздник, давайте их поздравим. Что бы вы им пожелали в этот день? Во Всемирный День сердца, хотелось бы, не буду тривиальной, возьмите на себя ответственность за здоровье своего сердца и здоровье сердца ваших близких, это в первую очередь. И если позволите, не совсем о сердце, но короткая числера стиша. Цените слух, цените зрение, любите зелень, синеву. Все, что дано нам во владение, двумя словами, я живу. Любите жизнь всем сердцем. Малико Саипиевну, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Будьте здоровы, берегите себя. Спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин